Здравствуйте, друзья! С вами Юлия Сапельняк. Разберём, как по-сербски сказать «сломать». Есть два глагола «сломити» и «покварити». В чём между ними разница? «Сломити» означает «сломать напополам», ну или «разломить на части», или ещё «разбить». «Деджак я сломю руку». «Мальчик поломал» или «сломал руку». То есть есть «надлом», вот реально, который можно увидеть. Это такой глагол прямого смысла. Также у него есть и переносный смысл. «Акуёйся вратишь, опечет и сломит из сердца». Если ты к ней вернёшься, она тебе снова разобьёт сердце. То есть «сломит из сердца». Вот такое выражение «разбить сердце». Или же «разбить неприятеля, его победить». «И мамо све, что нам треба, да сломиму неприятеля». У нас есть всё, чтобы сломить врага или победить врага. Второй глагол «покварити» означает «сломать что-то, но в значении испортить, повредить, привести в негодность». Не обязательно там будет какой-то буквальный надлом или перелом. «Кое покварио игрочку» – «кто сломал игрушку». Значит, что игрушка не работает каким-то образом, но при этом она может выглядеть целой. Если мы скажем «кое сломю игрочку», значит, что у неё есть какой-то надлом-перелом. Есть ещё существительное «квар» – «поломка». И так мы можем сказать о каких-то аппаратах, например, или о чём-то, что перестало работать. «Веце у квару» – «туалет сломан», то есть не работает. Не значит, что он поломан на части. Спасибо за внимание и до встречи в следующем уроке.